В последние дни мы видим и слышим, как на очень высоком уровне в Великобритании и США муссируется тема о том, что киевский режим сможет наносить удары вглубь территории России западными вооружениями в большой дальности. И, судя по всему, это решение либо вот-вот будет принято, либо, судя по всему, вообще уже принято. И это вещи, конечно, экстраординарные. Хотелось бы попросить прокомментировать то, что происходит. Происходит попытка подмены понятий. Потому что речь не идёт о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по всей территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идёт о использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что, я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с НАТОвских спутников. Это первое. Второе и очень важное, может быть, ключевое заключается в том, что полётные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Но украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идёт не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединённых Штатов, Европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.